здравствуйте мои дорогие подписчики и те кто случайно оказался у меня на канале сегодня я приглашаю вас гости к моей племяннице анжеле у нее очень много красивой посуды она их очень любит собирает очень много вещей и покупала мама сейчас полюбуемся всей этой красотой начинаю обзор с чашек и блюдец с пар чайных пар красивых те которые знакомы вам и может быть незнакомы для начала хочу показать 2 2 кобальтовые пары первая пара очень знакомая всем нам вам нам всем это ленинградский фарфоровый завод ой дрожит анжела а когда купили вы это откуда у тебя это расскажи мы привезли с махачкалы мама покупала мне я помню мне было лет 10-12 значит им уже более 30 лет более 30 лет очень любили их это было очень любили правда же или мама их берегла их было тяжело достать это был дефицит в то время я помню ну да мы их доставала был еще один набор красных белых горох но к сожалению его уже нет вот этот набор мама сохранила и слава богу что сохранила мне его передарила сказала вот передаю тебе сохрани его и я удовольствие получаю от этого это не сервиз это только чайные пары их шесть штук прекрасно очень берегу и надеюсь что я передам их своим девочкам очень приятно я тоже очень люблю вещи которые в доме имеют историю вещи в доме которые имеют историю я рада что они тебе от моей сестры в подарок переданы шикарный сервиз он действительно красиво фарфор классические ленинградский фарфоровый завод классический сервиз который так знаком многим такой родной приятно было иметь его своим сервантин очень приятно очень теплые родные да пользуюсь на здоровье вот мама будет рада этот сервиз это не сервиз тоже это тоже 6 кофейные пары и поворачиваем показываем фирму клеймо романов я честно говоря видела не видела до сих пор я по-моему неправильно показываю да вот так да вот я честно говоря вот это клеймо не видела у меня не было не сталкивалась посудой с этим клеймом романов это тоже ленинградский фарфоровый завод или это отдельная фирма я не знаю отдельная фирма я пыталась изучать очень много написано если написать в прогуглить романов но конкретно не туда нету но выставлены вещи на продажу умной красоты безумно это что-то вот ну прям очень я понимаю была дорогая посуда богатая и и было тяжело достать это были были это тоже где-то семидесятые-восьмидесятые то же самое мне было лет десять если сегодня мне 43 вот отсчитай понятно это куплено до этого они были может у кого-то или они новые они были новые была такая красивая коробочка белого цвета насколько я помню вот мы даже привезли в израиль это в коробочке но здесь уже этой коробочке не стало великолепные великолепная чайная пара чай кофейная пара по моему если я помню маме привозили по заказу по заказу многие вещи тогда спекулянты ездили спекулянты слота какой я который занимался вот это вот продажи дорогой посуды и она ему тогда вроде бы заказала или он привез маме понравилось она купила что-то такое чудесный чудесный пользуешься очень часто пользуюсь своему мужу вот кофе там вот наливаю лезть ребята друзья приходят то есть я классно посмотрите какой рисунок немножко освещение никому руки не не отдаю и подать и потом собрать со стола это все я своими руками потому что я молодец этим я никому в руки не отдаю эти умница правильно раз они те так дорогие да вот следующее вот это кофейная пара она так мне понравилось куплены вместе если бы я не видела у тебя клеймо вот я вот первое мое впечатление что это что-то европейская чехословацкая немецкая да да когда я увидела повернула и увидела клеймо и увидела коростей я так удивлена честно приятно удивлена это вот этот знак ставился это клеймо шестидесятого по девяностый год я вот прогуглила и тоже получается очень даже винтажный может быть это и семидесятый год может быть и восьмидесятый я думаю у кого они есть нас поправят и расскажут нам какого могут быть года сколько им лет это настолько красиво 87 год это так красиво чашечка очень легкая блюдце до воздушная блюдце чуть-чуть вот такой потяжелее да вот внизу поддержка до большего да 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 ой так красиво смотрится просто не хочется выпускать из рук все красиво да это почему вот кажется что это вот и немецкая до что-то вот эта форма этой ручки такая да да вот это огранка граненая такая это золото много полук такой на чашечке внизу на чашечке вот это ободок вот это ты имеешь ввиду да и здесь по краям а край какой в это волнистый такой цвет очень красивый обрати внимание не на переход цвета от темного к такому перламутру да да здесь темный потихоньку до самого светлого до белого идет это так завораживает смотришь хочется эти отблески эти блики и обрати внимание что за столько лет блеск свой они не потеряли это говорит о его высоком качестве и какое чудо да да я думаю передает так красиво посмотрите какой орнамент золотой чудо и конечно это радует что это все таки наши сами до корости у меня есть сервиз обеденные я очень дорожу но он такой тяжеловатый фарфор а это очень легкие красивые очень красивые вещи прямо цветочек какой-то да смотришь да какой-то цветочек такой красивый нежный розовый привела тебе любовь к таким вещам передарила их мне многие до молодые этого не понимают красоту этих вещей вот это настолько я боюсь у нее вот сейчас это тоже верну поближе еще раз покажу вот эти обе да этот романов они разные но отказа по-своему красиво здесь в этом романове мне вот цвет конечно кобальт здесь тоже идет это орнамент но немножко другой и на тарел на тарелке тоже вот на блюдце тоже этот орнамент идет они кофейные поэтому я хочу как-то рядышком показать снова чудесные вещи и что что приятно что они обе советские да обе советские вот убираем а вот теперь перейдем к германии это гдр это кала этот сервиз я помню твоя мама покупала это где-то в семидесятых годах вот такой чудесный сервиз такими листьями до семидесятых годах он хранился у нас в серванте мы любовались им ну тогда как бы немецкой гдр это так было не просто это все достать не у каждого были вещи из германии пусть даже гдр кала он не кричащий да такой нежный такие эти листья да такие осенние цвета до коричневые оранжевые очень красивые нежные на самом деле ничего лишнего вот позолота здесь а вот к сожалению сервиз не сохранился до розетка такая блюдца не сохранилась до пирожковые сохранились а блюдца не сохранилась чайная но ничего хотя бы что-то сохранилось и кстати то что сохранилась хорошо выглядит цвета великолепные да умели же все это выпускать до фарфор такой красивый белоснежные ну так представим себе что это блюдца жаль что не сохранилась и что сохранился всего сервиза с несколько то есть пирожковых 6 чашечек и 4 розетки и ты я их очень берегу потому что это ну память как бы дат мамы это важно что это для нее было когда-то важно я хочу продолжить до мама свое время даже боялась брать в руки все для красоты для серванта но так было поколение то поколение так относилась к вещам все так чтобы это нужно тяжело да ну да ты пользуйся пользуйся я получаю удовольствие по выходным наливаю себе то в эту чашечку то в другую чашку умница наливаю кофе сажусь у окна и мне это приятно но что-то дает да очень хорошо и покажем раз уже тут кое-что из кобальта покажем еще одну вещь вот такой сахарницу до сахарница очень красивая это чехия это современную не совсем современная ночь не чехословакия это чехия уже после распада да вот сочетание кобальта золота 12 да красиво резной наверху вот такой резной фарфор да красиво колокольчик прямо за такой столько золота вот такая приятная сахарница я у тебя вижу ее на столе часто красивые давай повернем посмотрим это чехия чех репаблик красивые она немножко правда фарфору уже не тот не такой тонкий да тяжеловатый но в общем смотрится довольно таки неплохо да очень еще хочу показать очень красивую вазу она ой какая тяжелая нас со цветами вода вот это ваза тоже из далеких 70-х 80-х вот такая красота девушка и парень да она вся сделана из латуни вот здесь видно что это латунь а здесь это все на надо рисунок нанесен какая-то техника давай поближе покажем эту сценку красота повернем очень красивая необычная честно тебе скажу вот так и фарфоре я это представляю но полностью вот это латунь вот эти цветы немножко да да можно сейчас давай вытащим покажем да и приподними да вот да сейчас я поверну снова покажу в основной фон такой голубой такой темно-голубой красивый даже период с синим больше к синим синего цвета а вот вот эти это сценка этот рисунок такой красивый да и собака такая рядом красивый да давай да покажем красивый пёс такой вот очень красивый верх такой ну просто прелесть чудесная ваза как я вижу ты на все время у тебя да в пользование шикарно шикарно она достойная достойная база вот и да и убери и давай мы посмотрим другую твою вазу она уже без цветов это кобальт это кобальт вот тоже с такими вставками и в каждой вставке рисуночек красивая такая галантная сцена очень приятно вот посмотрите здесь расскажи как ты купила ее это было лет 12 назад это когда мы переехали ваш келон я случайно зашла в книжный магазин мне надо было отправить факс что-то я не помню и там отдел посуды и стояли вот эти две вазы русские русский магазин русский книжный магазин и я просто не смогла мимо них пройти и я их сразу приобрела ну на тебя это похоже они у меня уже лет 12 красивые пользуюсь на здоровье вот я первый первое что я хотела показать вам есть еще что дальше показать следующих роликах вы напишите пожалуйста если вам понравилось и мы продолжим в следующий раз показ красивые посуды от моей племянницы вот на сегодня вот то что вы увидели я снова выкладываю и захочу завершить свое видео спасибо всем за просмотр пишите мне комментарии очень их люблю читать ставьте лайки подписывайтесь пока пока